Пожарные спешат вот к этому резервуару. По легенде учений, здесь авария. Разлито 10 тонн нефти. Котельная ДЕ-25, мощностью 112 гиокалорий, которая отапливает порядка 70% потребителей теплоэнергии нашего города. Установлен резервуар 2000 кубов резервного топлива, аварийного топлива и резервуар 10 кубов. Главная опасность разлива нефти – загрязнение атмосферы. Ликвидировать аварию необходимо без промедлений. В 7 утра мы начали. Прибыли силы и средства экстренных оперативных служб. У «Ямалкоммунэнерго» заключен договор со специализированной организацией в городе Муравленко, которые работают по ликвидации нефти и нефтепродуктов. Прибыли они у нас за 3,5 часа из Муравленко. С оборудованием, со спецтехникой в количестве формирования 12 человек. Нормативное время локализации разливов нефти на сушу составляет 6 часов. Соответственно, мы прибыли в течение 3,5 часов и 2,5 часа на локализацию есть у нас. Первыми к разливу подходят газодымозащитники. Их задача – взять пробу на загазованной среды. Жизни людей ничего не угрожает. После проверки спасатели устанавливают ограждение, чтобы нефть не растекалась дальше. Затем откачивают верхний жидкий слой в специальный резервуар. После вручную снимают слой почвы, который успел пропитаться горючим. Здесь главное локализовать нефть, чтобы дальше не было распространения. И дальше уже специальным оборудованием производится сбор, утилизация в дальнейшем на полигонный ТБО этой нефти и шлака, грунта, который заблизнен в нефть. Вместе с газоспасателями на месте аварии работают пожарные. Нефтяное пятно локализовано и ликвидировано. Итог учений – оценка хорошо. Следили за слаженной работой служб. Зинаида Исаева, Данила Индюков. Новости Губкинского.